20 августа. Мария. Письмо называется «Настаивать ли на развивашках год и один месяц?» Юлия, добрый день. Здравствуйте, Мария. Меня зовут Мария. Спасибо вам и Евгению за ваш труд и помощь мамочкам. Я к вам вот с таким вопросом. Моему сыну один год и один месяц. Не получается с ним заниматься развивашками, которые рассчитаны на его возраст. Если показываю ему в книжке животных, он ее отбирает, закрывает или тащит в рот. С трудом выучил глаза и нос. Сначала пыталась сама ему показывать глаза и говорила «Смотри глазки». Но он мне не показывает в ответ. Сейчас пошла от другого. Если сам показывает, я ему говорю «Глаза, нос и так далее». Молодец, дошло. Игру «Яблоко с червяками» тоже идет туго. Может вставить 2-3 червяка, после чего переворачивает ее, чтобы они все высыпались и разбрасывать. Все верно. Он пусть переворачивает. Я же вам говорила, что в этом возрасте в основном идет анализ. Для синтеза, да, для деятельности, чтобы собирать, должен подключиться лоб. Лоб еще не настолько развит, чтобы думать и синтезировать. Поэтому вы помогайте, превращайте пока анализ в игру. Он высыпал, вы сложили. Вы собрали пирамиду какую-то из кубиков. Он рассыпал. Ха-ха-ха, весело. Вы червяков собрали, он высыпал. Ха-ха-ха, тоже весело. Ну вот такой вот. В общем, все разбираем, пока не собираем. А потом он будет уже повторять за вами. Месяц пройдет, надоест высыпать. Лоб подключится, начнет уже синтезировать, собирать этих червяков, башни и так далее. Пусть еще высыпал. Так, есть стучалки с шариками. Молотком не может забить. Ну еще зрительная моторная координация плохая, еще не попадает, наверное, туда. Ну вот, ладошкой научился и может поставить шарик на место. Ну вот, хорошо. Но потом ему уже неинтересно. Четные палочки тоже в отверстие не вставляет, а только разбрасывает их. Через 5-10 минут ему надоедает и нужно что-то новое. Через 5-10 минут. Ребенок в год 5-10 минут занимается. Это прекрасно. У нас также на занятия полуторулетние и двухлетние приходят. Полчаса они сидят за столами или там на ковре. И педагог каждый там 5-3-4 или там 6 минут смотрит на ребенка. Если они там залепли подольше, значит через там 7 минут меняет пособие. Где-то через 3 минут нужно помять. Точно так же идет смена пособия и из этого стоит занятие. Надоедает, нужно что-то новое. Это все нормально. Походку может собрать пирамидку. Пытает ставить кубик на кубик. Прекрасно. Но тоже раз на раз не приходится. Потому что еще маленький. А помогать себе не дает. Единственная игрушка, от которой он без ума и сам к ней тянет ругает. Это так называемая сенсорная коробка. С фасоли, макаронами. Закопала разные предметы. И он может на полчаса снять. По-моему, прекрасно. Очень любит улицу. Может по 3 раза выходить гулять на 2-3 часа. Благо есть свой дом. Господи, какое счастье. Так вот. Последнее время с мужем заметили, что ему на улице интереснее, чем дома. Он все трогает. Все правильно. Потому что все до года, до полутора развитие должно быть на улице. Там звуки. Там запахи. Там все тактильные ощущения. Там все пошлюпать по луже, по грязи, по лестницам, по качелям. Все там находится. На улице ему интереснее, чем дома. Он все трогает. Очень ему нравится разглядывать камни, веточки. Практически всю клумбу ободрал. Разглядывает цветы. Совершенно верно. И ребенок интуитивно все делает правильно. Было холодно, не пускали в песок. Когда потеплело, он 40 минут зависал в песочнице. Замечательно. Общаясь с другими мамочками, у многих и знают все части. Тело понеслось сравнивать. И с коробки в коробки прикладывать вещь. Не сравнивайте. У всех развитие идет по-разному. У вас вот так. Чуть ли не сами ложкой уже едят. А мы никак. Вот до тех пор, пока вы будете... Как мама зовут? Уже забыла. Мария. Маша, да? Маша, вот до тех пор, пока вы будете сравнивать с другими... Никуда не уйдете. Вы будете тюкать, получается, своего. Сконцентрируйтесь на своем. Самый лучший, самый любимый. Все хорошо развивается. Не смотрите на других. Не сравните. У всех все по-разному. Та-та-та-та. Потеряла. Та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та. Холодно общаюсь с другими. А мы никак. Были у невролога в ГОС. Ну, видим, в год. Поликлиники. А, в ГОС-поликлинике. Она мне сказала, что мы должны уже минимум 10 слов говорить. Ну, да, можно там что-нибудь. Мама, папа, да, и так далее. А ты только мама, папа, ба, кошка, ама, подобные звуки. Появляются новые. Были у платного невролога. Она сказала, что он развится согласно возрасту. Как быть? Никак. Все продолжается, все нормально. Дальше каждый день ему предлагать развивашки. Или пока оставить его в покое до полутора лет. Но вы же говорите, что 5-10 минут он что-то делает. Потом ему хочется новое. Это и есть норма. Это нормально. Просто в одном видео вы сказали, что кесарята отстают на полгода в развитии. Вот мы как раз кесарята. Хотя хотела рожать сама. Во время беременности резко упало зрение. Самой рожать не разрешили. Прокесарили в 38-6 дней. По шкале Абгара 8-9. Сел сам в 7,5 месяцев. Но не ползал. Но все списали на вес. Прошли платный курс массажа. Вот с этого надо было начинаться нам назад. Прошли платный курс массажа. Не поползли. И массажист сказал, что из-за веса может и не ползать. Мы крупные. Сейчас весим 12,5 килограммов. У опоры начал ходить в 11 месяцев. Сейчас ходит сам. С 11 месяцев начал вовсю лазить по шкафам, которые были в поле досягаемости. Без проблем их открывал. Сейчас уже интерес паутих. Может открыть, посмотреть, что там лежит. Но больше не разбрасывается. Извините за длинное письмо. Спасибо за ответ. Вам всего наилучшего. Поскорее перебраться в свой дом. Моя умничка. Спасибо. Вот смотрите. Сел, вы говорите, 7,5. То есть задержался на полтора месяца. Вот и прибавьте себе к своему, скажем так, развитию полтора месяца. Если сейчас год и месяц, отнимите полтора, как будто вам сейчас год и 11. И вы сейчас, получается, я правильно отняла? Нет. Нет. Год и 10,5, да, где-то. Правильно? А, 11. Правильно. Значит, вы сейчас, получается, от 11-месячного ребенка требуете то, что вы видите у соседских детей. Вот скиньте полтора месяца. Да, я говорила, что есть задержка. Но, опять же, вы себе сразу так клемота не вешайте. У каких-то есть, у каких-то нет. 90% я говорила, есть. То есть только у кого-то пол, у кого-то два месяца. Да. Кесаро всегда проходит по-разному. То есть я вам рассказывала, что кесаро-сечение – это тоже, как бы, операция, которая должна пройти профессионально, и которым нужно… Ну, это необычная операция, и к ней нужно приглядеться. Ее нужно сделать правильно. Как правило, ребенка вытаскивают, складывая пополам, там, выкручивая шеи, и могут задержаться, или очень быстро сделать. То есть ее нужно тоже за 3,5 минуты сделать, и там с шеей не перегнуть. В общем, как у вас сделано кесаро-сечение? Может быть, у вас все идеально сделано, и не обязательно, что на полгода будет там задержка. Вот. Ну, можно идти от вертикализации. То есть, как бы, сесть ребенок должен примерно в 6-месячном возрасте. Сел в 7,5 – ничего страшного нет. Но все равно вот эти вот полтора месяца можно вот скинуть ему до какого-то там времени. Ну, давайте скинем. 11 месяцев, значит, а вы требуете, чтобы и это, и 10 минут он у вас сидит. Я считаю, что это хорошо. Приглядывайтесь к ребенку. Вот к чему он тянется. Хочется нюхать, хочется пробовать, хочется, там, я не знаю, ходить, лазить, там. В лужи копаться. Вот пусть он все это делает, потому что через всю эту деятельность как раз и пойдет все ваше развитие. Все ваши межполушарные связи, весь ваш лоб здесь подключится, и речь отсюда пойдет, и всякое прочее, прочее, прочее. Не гонитесь за соседскими детьми. Мне кажется, что вы тут все, сильной задержки такой нет, и вообще, как бы, задержки нет. Эти полтора месяца, ну что, это ерунда, да, полтора месяца. Не полтора же года. Вот. Не ползал, да. Не есть хорошо. И, кстати, сейчас еще можно поползать. Как я в предыдущем видео говорила, если у вас свой двор, придумайте что-то, горку 45 градусов, посадите его сверху, и пусть он сверху вниз проползет. И вот устройте такую себе в день игру, ну, на минут 10, ну, на сколько ребенка, ладно, хватит, хватит на 5 минут, значит, 5, хватит 10, значит, 10. Хихикайте, хахакайте, шарики там спускайте, и пусть он ползает. Хороший тренажер, ну, месяц поползайте. Те полушарные, межполушарные связи, которые должны были тогда выработаться, когда вы ползали, значит, выработают сейчас и всем, кто не ползал, это хороший. В общем, Маша, ничего тут сложного, то есть страшного не вижу в вашем развитии. Хороший ребятенок, приглядывайтесь, в общем, не смотрите на чужих, во дворе и развивайтесь, там все прям, все там. Вся сенсорика, мне кажется, вся во дворе. 20 августа, Мария, настаивать ли на развивашка в год и один месяц? Ответили.